Привет, ребят! Как думаете, какой месяц года сейчас идёт? Это не январь и не декабрь и не ноябрь. Листва зелёные. Это май месяц в Тверской области. У вас много накопилось разных вопросов, поэтому в этом ролике ответы на ваши вопросы, ну и что-нибудь ещё интересное покажу. Поэтому поехали! А ветрогенератор нельзя в инвертор к панелям добавить? Ну, видимо, человек спрашивает про гибридный инвертор и имеет в виду на вход солнечных панелей в гибридном инверторе добавить ветрогенератор. Нет-нет, конечно, так делать нельзя. Разное напряжение, ну и так далее. Для ветрогенератора существует свой контроллер с балластной нагрузкой, через который идёт заряд аккумуляторов. А с аккумуляторов вот уже инвертор будет брать 220 вольт, привычный вам. А в гибридный инвертор, где подключаются солнечные панели, ветрогенератор ни в коем случае добавлять не нужно. Следующий вопрос. Как от молнии защищаться? Так много площади железопанелей. Ну, при чём здесь железопанелей? Ну, а если крыша железная, профнастил, например, как от молнии защищаться? Если же вы имеете в виду защитить оборудование, то существует устройство, называется УЗИП, устройство защиты от импульсных перенапряжений. Данное устройство ставится между инвертором и солнечными панелями, а также между инвертором и городской сетью. То есть по переменному и по постоянному току. Вот, например, таким образом выглядит УЗИП по постоянному току между солнечными панелями и инвертором. Превышение выработки над теоретическим? Вообще-то нет. Охлаждённые панели имеют больший КПД. Всё верно. Здесь человек данный комментарий оставил после того, как я снял видео, в котором показывал, как превышают солнечные панели выработку. И он совершенно прав. Да, в прохладную погоду, а если ещё это мороз, и прямое попадание солнечных лучей, конечно же, панелька будет выдавать больше мощности, нежели заявлено заводным изготовителям. Но, ребят, моим панелям, первым панелям уже более, ну, не более, скажем, 5 лет, это точно, 5 лет. Ну, и другие я постепенно наращивал солнечную электростанцию, по нарастающей шло. И порой такое превышение бывает заявленных характеристик. Вот, посмотрите, я буквально недавно снял в начале мая. Да, прохладно, да, но такое превышение. Честно говоря, я вообще видел первый раз. Внимание на экран. Ребят, обратите внимание. 3 киловатта, 457 ватт. 3, 467. А там всего 3 киловатта панелей, блин. Смотрите, с другой стороны. 3, 300 заходит на втором инверторе. Просто вообще. Просто вообще, смотрите, 6, сколько, 6, 400, 6, 700. У меня всего 6 киловатт солнечных панелей. Нет, это все дело просто, это какая-то сказка. Друзья, ну, все на ваших глазах. Вы сами видели, какое огромное превышение по сравнению с, в общем-то, заводскими характеристиками панели. Да, в холодную погоду она превышает заявленные характеристики. Но это если прямое и четкое попадание солнца в панель, под прямым углом, так сказать, солнца и панель. Ну, у меня, вы видите, под разными углами находятся панели к солнцу. На крыше дома вообще поворачивается запад-восток. А здесь, на основном массиве, вы видите часть панелей под таким углом, другая под более острым углом, так сказать. И, тем не менее, вот такое превышение. Поэтому здесь, я вам честно скажу, выбор панелей имеет значение. Ну, а все свое оборудование, солнечные панели, инверторы и аккумуляторы я брал в компании Технолайн. Смело могу рекомендовать этих ребят. Загляните к ним на сайт, у них периодически проходят различные акции. Следующий вопрос. А есть смысл просто к сети подключить, чтобы просто чуть на электричестве сэкономить? Ну, здесь человек имеет в виду, чтобы без аккумуляторов, я так понимаю, просто сэкономить именно на электричестве. То есть у него ничего не отключают, запасать энергию в аккумуляторах не нужно. И вопрос, а можно ли так сделать, чтобы просто сэкономить на счетах? Конечно, можно и даже нужно. Здесь вам подойдет сетевой инвертор. Этот инвертор не может работать с аккумуляторами, у него такой функции нет. Он работает исключительно городская сеть, солнечные панели. Все, что давать будут солнечные панели, сетевой инвертор подмешивает к нагрузке вашего дома. И, соответственно, вы будете экономить на счетах. Ну, а если еще и подключить объект микрогенерации, то сможете продавать излишки солнечной энергии государству. Следующий вопрос. Здравствуйте, подскажите, так как у вас аккумулятор с БМС, когда аккумулятор зарядится, то БМС отключит его от контроллера. Не сгорит ли контроллер? Здесь сразу идут и вопросы, и тут же на них ответы. Такие как, например, у вас, когда аккумулятор зарядится, то БМС его отключит. То есть человек сам отвечает на этот же вопрос. Да и не отключит его БМС. Почему вы решили, что мой аккумулятор БМС должен отключить, когда аккумулятор будет заряжен? Да это в корне неверно. Если у вас так происходит, значит, у вас какие-то неверные настройки. БМС отключает аккумулятор только в какой-то аварийной ситуации. И это несколько таких ситуаций, когда у вас на ячейке какой-то из ячейк вашего аккумулятора повышается напряжение выше допустимого. Тогда БМС, конечно, отключает. Либо, наоборот, понижается ниже допустимого. Опять БМС отключает. Либо, когда у вас слишком большая сила зарядного тока, неприемлемая для данного аккумулятора, БМС, хороший настоящий БМС, они отключат аккумулятор, дабы не допустить слишком большого заряда. Либо, наоборот, слишком большой разряд у вас идет аккумулятора, тогда опять БМС отключится. То есть, видите, это везде аварийная ситуация. А в штатном нормальном режиме, во-первых, аккумулятор не отключается, БМС его не отключает. То есть, аккумулятор просто полностью заряженный, и инвертор прекращает заряд аккумулятора, когда аккумулятор полностью заряжен. Но БМС его не отключает. Я надеюсь, вы понимаете это. Ну и второе. У меня инверторы работают вообще без аккумуляторов. То есть, один инвертор может работать без аккумуляторов, городская сеть и солнечные панели. Поэтому, даже если мы предположим, что такое произошло, что БМС отключил аккумулятор, то есть, инвертор стал без аккумулятора. В моем случае ничего не произойдет, так как инвертор может работать вообще без аккумуляторов. Так что, ну, я думаю, ответил на ваш вопрос. Считаю необходимым дополнить этот ответ еще предостережением. Просто, я так понимаю, у вас, видимо, какой-то колхоз. Ну, то есть, все самодельно. И, возможно, у вас контроллер не предназначен вообще для работы с литиевыми аккумуляторами. То тогда, в случае заряда от солнечных панелей вашего аккумулятора, если он отключится, ваш контроллер сгорит 100%. Равно как есть гибридные инверторы, которые не предназначены для работы без аккумуляторов. Также в процессе заряда они могут выйти из строя сгореть. То есть, смотрите, чтобы у вас аппаратура и техника была предназначена для работы с литиевыми аккумуляторами. А если это гибридный инвертор, то обратите внимание, чтобы он вообще мог работать без аккумуляторов. Их полно. Но также есть инверторы, которые не могут работать без аккумуляторов. Здесь не ошибайтесь, не путайтесь, смотрите, выбирайте. Следующий вопрос очень короткий и простой. Продавай электросетям. Да, мои инверторы могут продавать излишки в сеть. У меня сила Pro 3600MH, два инвертора, соединенных в параллель. Планируется еще установка третьего инвертора. Немножечко скажу, забегая вперед, что я его уже приобрел, третий инвертор, у меня уже есть. Но пока я его в систему не ставлю. Продавать электросетям, вы знаете, сперва у меня была такая идея. Но потом я, во-первых, взял бочку 500-литровую. У меня есть куда сбрасывать излишки энергии, так называемой. А когда уже и бочка 500-литровая, бак, нагрет хорошо, да, то эту излишнюю энергию я просто дарю своему соседу. Я его подключаю, и он также у себя нагревает водонагреватель, накачивает воду, ну и прочие всякие разные энергозатратные дела, которые можно сделать днем дома. Поэтому пока я решил не связываться с нашими электросетями. Итак, ребята, последний вопрос-ответ на сегодня. Кстати, вот в нем объединено прям много вопросов. Так что, ответив на него, я думаю, что отвечу даже многим на схожие вопросы. Я думаю, что вы поймете и найдете ответ здесь для разных ситуаций. Доброго дня, Дмитрий. У меня 4 по 500 ватт панели по 24 вольта и инвертор на 3 киловатта и 2 аккумулятора. Ну, дальше, как подключить панели, спрашивает человек данному инвертору. Ну, смотрите, во-первых, вы не говорите, какой у вас инвертор. Дело в том, что мы все прекрасно знаем и помним физику, при последовательном соединении панелей у нас увеличивается напряжение. При параллельном соединении панели у нас увеличивается сила тока. Так вот, если мы соединим последовательную панель, у нас напряжение с панели у вас 4 по 500. Там у вас где-то примерно по 40 вольт, наверное, рабочее напряжение. И так у нас получится 160 вольт. То есть, соответственно, ваш инвертор, вы посмотрите на характеристики вашего инвертора, должен быть высоковольтный, чтобы он мог работать с таким напряжением с солнечных панелей, как 120 и выше вольт. Обычно инверторы сейчас уже стали вообще с широким диапазоном, начиная от 60 до 450 вольт, они работают с солнечными панелями. Какие-то инверторы работают, например, вот мои 120-450 вольт. А есть низковольтные МППТ-контроллеры на инверторах, которые работают с напряжением, например, 30-105 вольт, 30-90 вольт. Обратите внимание на то, какой у вас инвертор, соответственно, здесь уже, согласно этому, подключаем панели. Но также мы не забываем, кроме всего прочего, у контроллера-инвертора есть ограничение по силе тока. Например, если вы соберетесь там все панели соединить параллельно, а у вас низковольтный инвертор, обратите внимание, какая максимальная сила тока, потому что при параллельном соединении солнечных панелей у вас увеличивается сила тока, напряжение остается неизменным. И тогда нужно посмотреть, позволяет ли вам инвертор подключить таким образом панели. Ну и кабеля у вас будут, конечно, очень толстые, потому что сила тока уже будет большая, напряжение маленькое. Поэтому смотрите именно на ваш инвертор и вообще лучше заранее планировать и думать, какая у вас будет солнечная электростанция и какой лучший гибридный инвертор вам подойдет для ваших целей и задач. Друзья, ну а если вам понадобится моя личная персональная помощь в подборе и расчете солнечной электростанции, обращайтесь, я с удовольствием вам помогу. Подробности персональной консультации, как она проходит, а также контакты, я оставлю в описании под роликом. Ребят, не уходите без лайка и подписки, это реально здорово помогает продвижению канала. Ну а я попрощаюсь с вами и, как всегда, пожелаю вам мирного неба над головой, крепкого здоровья вам, вашим родным и близким. Ну и заглядывайте на мой канал, не забывайте, я вас всегда рад видеть. Всего крепкого здоровья, обнимаю, жму руку. Пока, ребята, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok